здравствуйте друзья я хотел показать вам вот такую коробочку это подарок нам подарили коробочка это с аксессуарами для чая чая друзья не подумайте плохого для чайку есть компания называется тивена как вот нирвана да так она от чая вот тут написано тебя вот вы можете увидеть тебя в этой коробочке которую тут мне прислали подарили принесли лежат чьи тебя на известно тем что она делает всевозможные ароматы чаев вот например вот на этом написано что он маты так маты до маты бана маты бана дальше у нас тут есть ройс босс чай я не уверен что правильно произнес так сакура алюр струбери лимонейт значит для того чтобы чай не мешал в пакетике после того как вы открыли пакетик есть баночки вот у меня тут 4 баночки давайте я буду потихонечку дать мы открыли баночку хороша такая она докажется тут с пластика да такой делает звук и мы сейчас откроем пакетик при пахнула ребята пахнула в принципе пакетик позволяет вот так у него тут есть это молния за вот это вот как замочек такой да все равно пахнет короче друзья чтобы этот запах чудный пахнула то есть чаем это назвать наверное было бы некоторым преувеличением но вот я так сейчас если вы думаете что там этого дела много друзья то это никто не правда немного вот она как раз вот вы видите вот баночку набралось вот пожалуйста закрыли баночку ну я на самом деле могу и дальше по одному пересыпать но не было такой задачи в общем-то ложечка эти господи ложечка ложечка серьезная вещь это металл это металл друзья по баночке можно постучать теперь значит дальше у нас тут какая-то большая баночка перфектива да это сахар ребята это сахар кусковой боже что что они творят эти люди друзья в своем желании нас засмущать я открывалку еще то что она тут заклеена даже я не знаю на чтобы вам как его насыпать то чтобы видно было вот пару кусочков вот так я насыплю вот посмотрите вот они так вот это сахарок кусковой но такой еще коричневый да ну я не знаю тут под него мне кажется нет ничего ну вот а я раскрыл в общем пока так состоит хотя сахар не уйдет никуда и существенным является вот этот чайничек напоминает мне песню лагерную войти начальничек ключик чайничек вот так вот это у меня вот это это подставка я могу сразу сказать это подставка под чайничек вот так его ставишь почему ты его так ставишь чтобы не натекло на стол сверху мы наливаем воду мы заливаем поверх чайку который туда сейчас насыпем давайте друзья мы насыпем чайку значит я сейчас честно когда же не знаю сколько рассыпать то надо ну вот мы возьмем чайку вообще чайком это трудно назвать честно вот я надеюсь что вам видно вот я беру его и прямо сюда друзья вот с исключительным цинизмом давайте еще цинично так же цинично вот так вот раз вот все у вас на глазах никакого мошенничества ничего нет вы знаете что я пусть не говорят что тестеры жадные третий так мы насыпали пахнет как друзья прямо я даже жалею что мы не можем с вами поделиться этим запахом так и пойдем сейчас нальем кипяточку делаем небольшой перерыв и о чудо друзья мы с вами снова вместе и вот у нас этот самый чайничек я вон коробку поставил чтобы повыше был поставил его на коробку и он можно сказать заваривается я не имея опыта заваривания вот этого вот как он там назывался лимонад да значит назывался он строгори лимонейд клубничный лимонад но давайте попробуем в конце концов что нам стоит попробовать значит тут есть фишка прикольная значит чайничек этот не знаете вот нельзя вот так крышечку вот там приподнять и налить ну то есть может быть даже можно но но это не будет правильно правильно будет взять прозрачную чашечку фирма тивана у них есть свои чашечки они делают свои чашки и главное что у меня была где-то я я не знаю сейчас где просто далеко ходить я давний выпиватель чая тивана поэтому у меня есть но где не помню вот поэтому я взял аналогичную по типу существенно что она прозрачная друзья вы сейчас увидите почему важно что чашечка прозрачная и вы сейчас поймете почему важно чтобы вот сам чайничек стоял на подставочке вы сейчас поймете что это все не зря значит мы берем чашечку мы берем чайничек и отвечаем на вопрос как же она туда но нальется мы вот давай так скажем нальется как она льется вот так вот знаете друзья вот так она льется туда вот молодец и как не зря у нас подставочка и конечно это не то что вот мы пиво иногда знаете я показываю там какой-нибудь плезень там тут такое лицо не сделаешь и таких переживаний нет наверное горячее нет ну так сейчас попробую неплохо цвет есть я к сожалению даже этот вот коричневый сахар браун шугар вот этот вот натуральный я все равно не буду потому что у меня диабет и даже даже здоровый человек в общем не обязательно сахар употребляю это уже я так и я свою норму съел в вашем возрасте друзья и даже еще моложе поэтому так я пока получаю удовольствие вот так вот таким образом что я хочу сказать по поводу фруктовых чаев я в принципе то пью черный чай обыкновенный вот если я пью чай то я пью обычный хороший классический черный чай без всякой дури которую туда набрасывают или там это аромат вот этот я без этого мы когда в америку только приехали из дикого тогда знаете ссср где не было ароматических чаев а тот который был даже без аромата лучше не вспоминать что там было и вот эти ностальгические пачки со слоном знаете и вот значит короче мы как пошли там чесать по всем этим яблочным и клюквенным и вишеным и лимонным абрикосовым и так далее а где-то примерно через год мы вернулись сказать к традициям отечества и стали пить исключительно черный чай ну или зеленый уже бывает зеленый то а неплохо неплохо он пробирает он такой горяченький и он с каким таким ароматиком и вот он как-то вот так потихонечку проходит но не сразу ни одним глотком нет неплохо друзья приходите к нам в офис мы с вами сядем вот тут и будем чаевничать и вместе будем мы тоже так лицо делать умное неплохо неплохо я хочу сказать что может быть даже это хорошо что это не чай какие-то фрукты сушеные там кофеина нету я хочу передать привет друзья всем тем кто досмотрел до этого момента потому что если вы досмотрели то вы настоящие поклонники нашего канала и возможно даже любители чая хотя это не чай а так я не знаю даже ну в общем вы поняли если вам вам сильно вот сильно приспичит вы можете попробовать на эту тивану у нее нормальный чай тоже кстати есть вы даже не сомневайтесь кроме того можете в этот чайник обычный чай насыпать там ничего такого не я думаю что я в общем то закончил этот можно сказать праздничный репортаж вот это хорошее начало недели у нас неделя короткая вторник первый день мы значит вышли там на работу и вот я уже там в 7 20 вечерком приветствую вас на нашем канале и желаю вам всем хорошо покушать и хорошо выпить здоровых в общем напитков счастливо